ДИАЛОГ 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 закона и всего лишь одна неделя для работы в своих региональных округах это конечно достаточно сложно особенно для тех депутатов которые представляют дальний восток сибирь урал кому далеко летать потому что смена часовых поясов перестроиться по времени мне в этом плане гораздо лучше и проще я все-таки представляю московскую область и более мобилен для встреч с избирателями даже тогда когда это парламентская неделя ко мне приезжают и предприниматели и жители и ногинского и щелковского района прямо на работу в государственную думу если какие-то срочно оперативные вопросы им нужно со мной обсудить или посоветоваться вот но по-прежнему как бы в парламенте у нас четыре федеральной партии никаких сюрпризов не произошло никто не выпал никто новый не появился кто-то увеличил свой состав кто-то уменьшил но пришел новый председатель соответственно пришел новый председатель соответственно совершенно новые ветра в государственной думы вот надо сказать что вячеслав викторович володину удалось вещи удивительные он вернул депутатам дисциплину что не было свойственно предыдущим созывам государственной думы теперь все обязаны ходить на работу звонка до звонка дело в том что нельзя сказать что депутата до этого не ходили на работу дело в том что когда вы знаете я пытаюсь рассказать что такое депутатская работа и как она связана еще с партийной работой как она связана еще с общественной деятельностью то люди которые внимательно слушают и понимают что времени на жизнь наличную совсем не остается поэтому присутствие или отсутствие депутата в зале это не говорит о том что он где-то спит или занимается личными делами вот я например по своей должности вхожу в 26 разного рода государственных комиссий начиная того что являюсь членом совета редакторов центрального банка россии и кончая комиссии при вице-премьере хлопони на который любит алкогольную табачную деятельность как все успеваете вот я вам сейчас попробую рассказать поэтому говорить о том что вот они же назначают заседание своих комиссий собраний отчетов они же не смотрят есть в этот момент у тебя парламентское заседание или нет поэтому они вот назначают именно вот допустим на пятницу когда у нас идет заседание и вот если депутата как бы в прошлом созыве не было на месте не значит он остался дома значит он наверняка присутствовал каком-то мероприятии или на какое-то промышленное предприятие его пригласили там выступить перед коллективом или куда-то поехать по работе то есть было достаточно много уважительных причин сегодня их нет сегодня определение у нас следующее что люди нас избрали того чтобы мы принимали законы и самое важное это присутствие нас в зале это как мы выступаем комментируем и голосуем по тем законопроектам которые выносится в этот день на день голосования поэтому на все комиссии которые попадают на дни когда у нас идет парламентская работа мы в них не участвуем мы находимся выполняем самую главную свою задачу депутатов государственной думы ну а справку нельзя какой-нибудь принести да вот если вы были на каком-то там очень серьезном заседании правильным не стоило положительной причине нет в приоритете это наказы и желание избирателей поэтому в приоритете это работа в зале государственной думы поэтому сегодня абсолютная норма когда из 450 депутатов 435 находятся в зале если я вижу какую-то картинку на телевизор условно говоря как у либо телеканала который показывает пустой зал федерального собрания я понимаю что эта картинка была снята еще в предыдущие созывы поскольку сейчас такое практически невозможно но и депутаты стали более активно стали более активно выступать по тем или иным законотворческим инициативам очень долгие обсуждения идут зале поэтому я не знаю слышали вы нет но у нас продлеваются заседания до 8 до 9 часов вечера то есть нормированный рабочий день в итоге верно с этим нормированным рабочим днем вернулся дух дискуссии дух диалога поскольку все таки все идет от председателя то его слова были следующие что несмотря на то что единая россия имеет абсолютное большинство это не значит что не должна быть присутствует дискуссия это не значит что единая россия не должна слышать мнение представителей других политических партий и эта дискуссия идет давайте поговорим вот о том комитете который вы возглавляете такое длинное название комитет по экономической политике промышленности инновационному развитию и предпринимательства относительно молодой комитет насколько я знаю да по моим второй созыв он всего существует в чем вообще заключается его работа и ваша работа частности комитет новый комитет новый у нас было больше комитетов у нас в прошлом созыве было по если не ошибаюсь не бы не считал на порядка 30 по моему двух или трех комитетов сейчас их всего 26 поэтому часть комитетов укрупнили то есть мой комитет создан на базе двух ранее существовавших комитетов по экономической политике и по промышленной политике их объединили добавили добавили инновацию которая очень важна и добавили малый и средний бизнес к которым мы тоже помогаем занимаемся развиваем на сегодняшний момент у нас в госдуме находится порядка двух тысяч четырехсот законодательных инициатив в той или иной стадии рассмотрения из них порядка десяти процентов находятся в нашем комитете то есть это говорит об общем объеме документов с которым мы работаем и количество депутатов у нас сегодня более 30 депутатов комитете работают при этом это люди разные есть мэры крупных городов таких как краснодар магнитка мурманск руководители крупных промышленных предприятий представители науки то есть люди которые прошли определенный жизненный путь и являются профессионалами в той или иной отрасли в том или ином направлении поэтому очень интересно идут дискуссии в комитете мы взаимодействуем или курируем по направлению в правительстве два министерства это министерство экономики и министерство промышленности и торговли и по сути дела все законодательные инициативы которые касаются уйдут от правительства либо соответственно по другим направлением все что касается экономики промышленности малого и среднего бизнеса взаимодействие с теми или иными финансовыми инструментами институтами будет соответственно закона в федеральных закупках и все что с этим связано все идет через наш комитет поэтому работы очень много и вячеслав викторович отметил что после принятия бюджета он считает что наш комитет одним из главного государственной думы по направлению которым ведет наш комитет по конституционному законодательству поэтому такая похвала из вас председателя это большая ответственность вот под нас многого ждут многого ожидают вот мы сегодня не являемся тем инструментом который кого-либо обслуживает наша главная задача это законотворчество что такое законотворчество то есть мы определяем правила по которым все остальные работают и существуют эти правила должны очень сильно коллироваться с сегодняшним временными реалиями которые нас окружают будь это санкции быть ли это какая-то внешнеполитическая ситуация или программа импортозамещения но все должно соответствовать и с учетом тех союзов которые у нас есть евро азес там и там наши тем восточные торговые соглашения которые у нас есть поэтому это постоянный мониторинг законодательства постоянное внесение изменений в действующие законопроекты и формирование новых ну если можете какие-то конкретные примеры вот до законодательных инициатив которые исходят от вашего комитета ой ну вы знаете достаточно много давайте начнем с того чтобы наиболее важных так скажем наверное все не последних наиболее важным я не говорил бы о действующих я бы говорил бы сегодня те которых мы обсуждаем это закон об электронных торговых площадках вы знаете что по 44 фсз значит вообще по закону о государственных закупках мы все осуществляем закупки с этого года через электронные площадки по сути дела эти электронные площадки превратились формы естественных монополий то есть они определяют базу где государство говорит что им нужно приобрести государственным муниципальным региональным федеральным структурам государственным корпорациям, другим государственным предприятиям в форме ВГУПов. И на этой площадке происходят торги, что им нужно поставить. Во-первых, мы определили, что малый и средний бизнес должен заниматься закупками и поставками не менее 30% от общего объема закупок. Это огромные средства, это триллионы рублей, которые мы направляем для того, чтобы малый и средний бизнес смог освоить эти деньги. Во-вторых, мы должны разобраться с количеством этих электронных площадок. Мы считаем, что их, наверное, каким-то образом надо регулировать. Во-первых, через них проходят колоссальные деньги. Через них проходят информации, в том числе с глифом, совершенно секретно. Потому что, просчитав объем продукции, поставляемой на то или иное военное предприятие, любой военный экономист может просчитать о количестве военной продукции, которую предприятие выпускает. И, в общем-то, понять, какие компоненты закладываются в эту базу. Поэтому будем регулировать это направление с точки зрения электронных площадок. Но для малого и для среднего бизнеса самый большой сигнал, который мы посылаем, и это было в послании президента и в наказах президента, это в том, чтобы обеспечить допуск государственным закупкам малого и среднего бизнеса. чтобы они в этом участвовали. И это будет касаться компаний и «Газпром», и «Роснефть», и «Роснефть». Но это не малый и средний бизнес. А это... Нет, послушайте, нет. И кому они будут поставлять свои услуги и свою продукцию? Что малый и средний бизнес будет готов к тому, чтобы такие крупные госкорпорации начнут, в том числе, обращаться к вам, чтобы им поставляли те или иные вещи. Надо развивать. Потому что у нас сегодня очень маленькая доля малого и среднего бизнеса. Мы помогаем. Есть разные фонды поддержки малого и среднего бизнеса, законы, которые мы принимаем, налоговые льготы. Мы стараемся снять с них проверки. Но мы понимаем, как сегодня все это зажато. И сегодня мы даем еще одну возможность для малого и среднего бизнеса. Это участвовать в поставках федерального государственного заказа. Вот вам возможность. Вот вам серьезный крупный заказчик, который готов вам платить за предоставленные ему услуги. Сергей Александрович, у нас есть первый звонок от наших зрителей. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Вас беспокоит Толстинская 4А, квартира 5. Ольга Владимировна. У меня вопрос такой. Значит, это касается квитанции, которую выставляет нам МОС ОВЛ ЕРЦ. Статья капитальный взнос. Статья взнос за капитальный ремонт. В декабре месяце нам выставили по этой статье в графе перерасчет о каждой квартире, в зависимости от ее площади, сумму, то есть разная, естественно, у всех, в декабре 2016 года. Получилось, мы так поняли. Мы, конечно, нас никто ни в чем не доводил до сведений, на каком основании, но мы люди не глупые. Мы поняли, что с июля месяца у нас перестали в квитацию вставлять эту графу. Но мы заплатили. Как честные платежки, люди заплатили. Значит, приходит январь, мы такие довольные, что у нас по нулям все, мы расплатились за все, что мы должны. Нам приходят снова платежки, и по статье за капитальный ремонт, внос, опять выставляется сумма перерасчета. Она, естественно, выше, не обоснована, на каком основании, откуда взяли, за что берут. То есть у всех разное. От 2 800 и до 5 тысяч. В зависимости от, естественно, метража квартиры. Извините, Ольга Владимировна, если можно, конкретно вопрос сформулируйте, пожалуйста. Конкретный вопрос. За что взяли? За что берут эту сумму? Спасибо, Сергей Александрович. Можно вот как-то... Знаете, мы с такими вопросами встречались, я встречался вперед в своей избирательной кампании, и после нее, безусловно, можно четко определить, что вот людей встречаешься, их беспокоят основных два вопроса. Это жилищно-коммунальное хозяйство, это вопросы, связанные с платежками, и то, как ремонтируются их дома, и в каком состоянии у них придомовые территории, ну и вопрос социального развития, того места, где они живут. Но я могу только предложить, мне устно достаточно сложно отвечать, за что берут, за что не берут. У меня есть общественная приемная, она работает 6 дней в неделю, находится в здании администрации Щелковского района. Приходите, передайте моим помощникам, у нас есть методички, у нас есть юристы, которые помогут рассчитать и определить. Если данные средства были вам посчитаны незаконно, то мы поможем сформировать вам исковое заявление в суд, и я своим депутатским надзором и контролем этот вопрос проконтролируем. Но это каждый раз, это невозможно сделать в общую на всех. Это по каждому случаю, надо разбираться индивидуально. Поэтому приходите, потратьте какое-то время, и мы постараемся обязательно вам помочь. Спасибо. Сергей Александрович, вот у вас на вашем персональном сайте, практически в качестве эпиграфа, ваше высказывание о том, что одной из главных задач депутатов Государственной Думы, ну и вообще депутатов, является совершенствование законодательной базы и работа над законопроектами напрямую или косвенно связанными с вопросами обеспечения обороноспособности государства. Это вот я вас процитировал. Что делается в этом направлении вашим комитетом непосредственно в Думе, взаимодействуете вы как-то, например, с теми же комитетом по обороне и другими? Ну, дело в том, что я в прошлом созыве Государственной Думы был первым зампредом комитета Госдумы по обороне как раз, и в комитете ввел как раз вопрос оборонных предприятий. Начиная от предприятий космической отрасли и кончая предприятиями судостроения. И самостоятельно в командировку Государственной Думе и в составе рабочей делегации из премьера Рогозина, который курирует это направление, да и с министром обороны Сергеем Кужегедовичем Шойгу объездил колоссальное количество территорий и промышленных предприятий. Но все равно это были предприятия в рамках только оборонного промышленного комплекса. А в рамках комитета по промышленности мы курируем уже всю промышленность. Начиная от гражданской сферы до оборонной. Но тем не менее, мое мнение, оно устойчивое, что оборонка, оборонные предприятия за счет тех средств колоссальных, которые мы вкладываем по гособоронзаказу, мы, поверьте мне, занимаемся тем, что к 2020 году на 70% перевооружим полностью российскую армию, то есть показатель будет 70% абсолютно новой и новейшей техники в войсках. У нас оборонная промышленность за счет тех денег, что мы вложили в модернизацию самих предприятий, чтобы они могли справиться с возможностью эту технику изготовить. Те деньги, которые мы вложили в научно-технические учреждения, чтобы там появились люди, которые имели бы качественное образование, чтобы на этих предприятиях работать, вложили колоссальные деньги в НИОКР и в науку, и в предыдущую, и в фундаментальную. И обеспечили всю эту историю. Безусловно, это локомотив российской экономики. Другой вопрос, что сегодня стоит задача следующая. Ну хорошо, оборонные предприятия 2020 год – это конец той колоссальной программы, которую мы сделали по перевооружению российской армии. А что дальше? В таком количестве военной техники в армию нам уже не нужна. Потому что, чтобы вы понимали, вообще как бы средний показатель по миру, который сегодня есть, это всего лишь 30% новой техники в армии, а у нас 70%. Плюс ко всему, Владимир Владимирович об этом неоднократно говорил, что замахнуться на решение такого рода задачи, а мы отдаем сегодня на перевооружение и на армию, 30% бюджета мы сможем себе позволить один раз за несколько десятилетий. Такого мы себе больше позволить не сможем. Нам требуют деньги и медицина, и образование, и жилищно-коммунальное хозяйство. Куда дальше развивать эти оборонные предприятия? И мы сегодня нацелимся, чтобы эти оборонные предприятия выпускали гражданскую продукцию. Но какую гражданскую продукцию? В 1985 году, вы помните это? Сковородки, кастрюли и так далее. Сковородки, кастрюли, садовые лопаты, какие-то игрушки. То сегодня мы говорим о том, что это будут томографы, это будут хирургические инструменты, это будет высокотехнологическое гражданское оборудование для авиации, для гражданского применения. То есть это то оборудование, которое мы вчера закупали за границей, а сегодня можем и готовы выпускать его сами и сами эксплуатировать. И нам это будет и дешевле, и оборудование, мы уверены, это будет качественнее, и гораздо будет проще его технологически обслуживать, поскольку оно здесь произведено, и здесь находится база запасных, соответственно, материалов, инструментов, и люди, которые его произвели, тоже находятся здесь, и их не надо откуда-то вызывать. Поэтому эта история, да. Но в целом сегодня, когда мы говорим о промышленности, мы много делаем для того, чтобы ее поддерживать. И санкции сегодня, безусловно, в этом плане играют нам на руку, потому что мы, наконец-то, обратили внимание на собственные производственные мощности. Мы сегодня видим, в чем мы можем быстро развиваться, а что мы уже потеряли и надо делать с нуля. Ну вот, перепрофилировать тоже оборонное производство, да, на выпуск, скажем, высокоточной продукции, ну, тех же томографов, как вы сказали, да, сразу два вопроса возникает. Где взять деньги и где взять кадры? Вы говорите, не ОКР, да, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, да, инженер, который всю жизнь занимался ракетами, он сможет спроектировать современный томограф? Или мы будем копировать, так скажем, уже имеющуюся зарубежную? Безусловно, что-то мы будем брать из зарубежных аналогов, потому что есть вещи, которых, ну, просто не надо изобретать по второму разу. Слава богу, велосипед ездит, можно в чем-то там поменять цепь или шестеренку, но в целом конструкция велосипеда для нас понятна. Есть предприятие, допустим, в судостроительной отрасли, который Севмаш, которому невозможно перепрофилировать. Он делает лучшие в мире подводные лодки, и всю жизнь будет делать лучшие в мире подводные лодки. Но слава богу, что от других предприятий он еще загружен и зарубежными заказами. А что касается, мы же не говорим о том, что предприятия полностью уйдут под гражданский профиль. Все равно оборонка на них останется. Это и техническое обслуживание уже сданной техники войска, которое все равно надо обслуживать, модернизировать и перестраивать время от времени. Это все равно и выпуск новых образцов продукции. Может быть, не в таком объеме, но это в том числе, чтобы те площади, которые созданы, новые, производственные, чтобы те возможности, которые у них есть, чтобы те деньги, которые предприятия заработали, а не обязательно заработали на гособоронзаказе, прибыль, чтобы она была впущена на то, чтобы создавать гражданскую и востребованную высокотехнологичную продукцию. Но странно делать на предприятии, которые делают ракеты, делать туристические топорики. Ну, согласитесь, это не очень разумно. А такое сейчас есть? Такое сейчас нет, но такое было. Или это уже прошлое, да? Ну, такое было. 90-е годы. А это я вспомнил историю на окрас Маша. Поэтому нет. Плюс ко всему, у нас есть очень большие замыслы относительно гражданского космоса. Вы знаете, что строится и введена в эксплуатацию практически в первую очередь космодрома Восточного. Мы собираемся заниматься освоением гражданского космоса. Мы расширяем сферу своего международного сотрудничества по космосу не только с Соединенными Штатами, Европейским космическим агентством, но и с Китаем, и, возможно, с Японией в будущем. Поэтому это та сфера и та возможность науки, применение которых безгранична. Поэтому давайте посмотреть в будущее с большим оптимизмом. Спасибо. Напомню нашим зрителям, что в гостях сегодня у программы «Диалог» председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Напоминаю, телефоны нашей студии 567-1440 и 567-1450. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня в гостях у меня председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Еще раз добрый вечер, Сергей Александрович. Напоминаю, телефоны нашей студии 567-1440 и 567-1450. Можете звонить и задавать свои вопросы. А я задам, соответственно, свой вопрос, Сергей Александрович. Вот мы в первой половине программы достаточно подробно говорили об оборонных предприятиях, которые вы курировали в Думе прошлого САЗы, будучи зампредседателя Комитета по оборонению. Естественно, сейчас они же остались в вашем ведении нынешнего комитета, добавились еще и все другие предприятия и, естественно, развитие предпринимательства. Хотелось бы узнать, у нас, естественно, на территории Московской области львиные доли оборонных предприятий сосредоточены, ну и промышленности достаточно хватает. Сегодня было обращение губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева к жителям области, ежегодное обращение. Ну и вот, в частности, одной из главных задач областного правительства он назвал это укрепление экономики и привлечение инвестиций в регион. Вот как сейчас обстоят с этим делом? Ну, я в Московской области достаточно давно работаю. Я здесь начал свою политическую работу, избравшись депутатом Московской областной думы, поэтому для меня эта область родная и ни на какую-то другую я ее в своей жизни не променяю. С точки зрения научного и промышленного потенциала, то чего уж тут говорить? Восемь наукоградов, больше, чем в каком-либо другом субъекте Российской Федерации. Огромное количество предприятий оборонной промышленности начиная от космической отрасли и кончая двигателестроением, радиоэлектроникой. Поэтому потенциал огромный. Почти 7 миллионов жителей, при этом, соответственно, очень высокое научное и техническое образование. Поэтому есть чем заниматься в Московской области с точки зрения инвестиций. Время сейчас очень непростое. Иностранцы к нам идут с очень таким сложным ограничением. Российскому предпринимателю надо быть уверенным в федеральных и субъектовых законах, чтобы вернуть свои деньги, которые он вывел из-за рубежа, и вложить здесь в предприятие, и здесь эти деньги оставить. Поэтому, безусловно, правительство и Российской Федерации, и Московской области, оно ищет такие формы, при котором бы тот дефицит денег, который есть сегодня в Российской Федерации, он присутствует с точки зрения инвестиций, именно золотым дождем осыпался именно на этот субъект. И надо сказать, что правительство Московской области, оно этой задачей занимается. Готово на сегодняшний день брать на себя расходы по предоставлению инженерных сетей, возмещать затраты на инженерные сети. Готово сегодня соинвестировать в программах по агропромышленному сектору, который, кстати, сегодня развивается сумасшедшими темпами. Это опять же импортозамещение. Это опять-таки импортозамещение. Начиная с сыроварений, кончая тем, что развивает тепличное хозяйство. Занимаются и есть успехи на фоне, особенно этим могу сказать, что других субъектов Российской Федерации. Но при этом надо понимать, что у Московской области уникальное место расположения. Оно как бы охватывает столицу нашей Родины, Москву. Через нее проходит глубочайшая транспортная артерия. С точки зрения расположения географического, очень удачно расположена, плюс высококвалифицированные кадры, которые проживают на самой территории. Поэтому этим ресурсом надо уметь правильно пользоваться. И губернаторы команды стараются это сделать. И у них многое получается. Ну вот буквально еще пар цифр, которые прозвучали сегодня в обращении губернатора. Вы понимаете, что за год удалось привлечь инвестиции на 700 миллиардов рублей. И Андрей Юрьевич поставил, ну не то что задачу, но такое пожелание, что довести до триллиона в будущем году. Реально это по-вашему? Ну будем помогать, будем поддерживать, поскольку для нас очень много есть важных задач. Понимаете, самое главное, чтобы жителям Московской области, нашим избирателям, тем людям, с которыми мы находимся рядом, и с кем мы дружим, чтобы вам было жить комфортно. Почему мы создаем рабочие места в Московской области? Ну мы не хотим, чтобы электрички, жители Московской области утром ехали в Москву и назад возвращались из Москвы. Не только потому, что налоги тех предприятий, где они работают, остаются в столице нашей Родины. Дело в том, что это люди тратят собственное время, они теряют огромное количество времени на то, что едут на работу. А если бы работа находилась бы в шаговой доступности, то посмотрите, это и транспортные магистрали бы разгрузили, и предприятия, которые бы здесь платили налоги, эти налоги пошли бы на улучшение социальной инфраструктуры, в том числе на детские сады, школы, дома, творчество, кинотеатры, парки, развлечения и т.д. и т.п. То есть вот за что мы ратуем. Вот когда мы говорим, инвестор сюда придет, что придет с собой инвестор принесет, что он принесет человеку? Он человеку принесет то, что он перестанет тратить время на дорогу, что, соответственно, у него будет больше времени оставаться на семью и на возможность заниматься личными делами, в том числе и самообразованием. Это в том, что деньги, которые заработает это промышленное предприятие, и часть которых налогов оставят на этой территории, они пойдут на то, чтобы инфраструктуру вокруг человека, который работает на этой предприятии, сделать лучше и комфортнее. Поэтому инвестор, он когда приходит, он решает много задач. Его, слава богу, сегодня пришло понимание, что инвестора с деньгами надо любить и беречь. Того инвестора, который пришел деньги оставить здесь, а не того, который пришел деньги украсть и убежать отсюда. Вот того надо доловить и в мешок. А того, который пришел здесь созидать и создавать, надо помогать и оберегать. В том числе, на сегодняшний момент, даже компенсировать часть его расходов, если он готов здесь потратиться. Ну вот мы с вами начали, как говорится, от общего к частному пошли. Сперва проблемы, которые в целом стоят перед депутатами Госдумы и вашим комитетом. Потом, соответственно, проблемы экономики и промышленности Московской области. Ну теперь вот непосредственно в наш Щелковский район перенесемся. Сегодня такое событие было. Вы днем побывали на крупном инновационном, так скажем, предприятии нашего района, но в то же время федерального уровня, это компания «Газпром Космические системы». Я попрошу сейчас режиссеру показать небольшой видеоматериал, а вас попрошу, Сергей Александрович, прокомментировать ваши впечатления от этого предприятия. Ну и, соответственно, самое главное, как вы оцениваете перспективу создания производства в Щелковском районе, производства космических аппаратов. То есть тем, чем сейчас занимается эксплуатация и разработка их «Газпром Космические системы», да, предстоит вот и строить здесь. Что можете сказать о перспективах? Для меня компания «Газпром» — это компания, в которой работал, и работал не на командных должностях, а строил все-таки газопроводы, нефтепроводы и газохранилища. То есть работал непосредственно на земле, поэтому знаю этот тяжелый, непростой труд. Что касается компании «Газпром Космической системы», я могу сказать, что это уникальная компания. Щелковскому району сумасшедше повезло, что в силу определенных обстоятельств эта компания оказалась на территории Щелковского района. Чем она уникальна? Она не только уникальна своим названием «Газпром Космической системы», а теми услугами, которые она предоставляет. Она предоставляет информационные услуги, возможности получения трафика, интернета и связи, и вещания телевизионных программ. И это вот то, о чем мы говорим. Это инновационное, технологически современное, которое постоянно будет переформатироваться, чтобы соответствовать своему времени, предприятие, которое создает высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места. То, что здесь находится центр по управлению этой спутниковой группировкой, это прекрасно. Но потрясающе то, что будет создано предприятие, которое будет эти спутники из компонентов собирать. Поскольку таких предприятий на территории России на пальцах меньше, чем одной руки. И они будут сами собирать спутники, чтобы, во-первых, быть уверенными в их качестве, а самое главное, то, о чем мы говорили, о сроках, в какие они должны быть собраны. Это дополнительные рабочие места. Плюс ко всему они вкладываются в образование, то есть они предоставляют практику. Людям, которые учатся, и в тех специальных, из которых они востребованы, они готовы их доучивать, они постоянно занимаются перекалификацией действующих сотрудников. И я хочу сказать, это вот то будущее, о котором мы говорим. И вот это будущее есть на территории Щелковского района. И я, как председатель комитета экономической политики и промышленности, все-таки не забываю, что избранный я, Государственную Думу, от одномандатного Щелковского округа. И когда ко мне приходят на встречу крупные промышленники, предприниматели или инвесторы, я всегда в первую очередь, когда мы расстаемся, говорю, чтобы они обратили внимание на Щелковский район, на те возможности и перспективы, которые он дает инвесторам. Поэтому я буду обязательно заниматься, чтобы такого рода предприятия оказывались у нас на территории Щелковского района. Ну, вот сейчас мы говорили о крупных предприятиях. Тот же «Газпром Космический Система», там порядка тысячи человек работает. Всего в районе у нас порядка полусотни крупных предприятий. Занято там около 15 тысяч человек. Но это, сами понимаете, капля в море. Тем не менее, у нас активно развивается в районе и малый, и средний бизнес. Такое достижение. Знаете, наверное, что по итогам прошлого года Щелковский район занял второе место в Московской области по образованию новых предприятий малого и среднего бизнеса. Всего их у нас порядка 7 тысяч. Но, тем не менее, не так много, наверное, народу занято. Вот как вы оцениваете перспективы развития малого и среднего бизнеса у нас? Ну, мы буквально осенью проводили круглый стол в Щелковском районе, встречаясь с представителями малого и среднего бизнеса. И я могу сказать, что мы будем всемирно помогать и поддерживать. Помимо того, что мы будем давать возможность, чтобы они подошли и участвовали в государственных закупках, это есть созданные разного рода фонды поддержки. Это фонд поддержки малого и среднего бизнеса, которого возглавляет Саша Брамируманд. Это фонд развития промышленности, который создан при МИМ-Промторге. И разного рода другие программы, которые в том числе существуют при государственных банках, такие как ВТБ. И я всем предпринимателям, которые были на встрече, сказал, что, уважаемые коллеги, приходите в Государственную Думу, мы обо всем расскажем, куда обращаться за финансовой помощью, за технической поддержкой, за теми иными льготами. Сопроводим ваши проекты, в том числе лично я. Пройду с личным участием. Потому что я заинтересован в том, чтобы малый и средний бизнес поднимал свою долю в тех поступлениях, которые приходят в федеральный, муниципальный, в региональный бюджет. В общем, это дает устойчивость, экономическую устойчивость в стране. Если бы мы с малого и среднего бизнеса получали бы 35-40%, как это делается в других странах, как это делается в современных других странах, то мы бы имели больше устойчивости. Ведь весь вопрос относительно вот этой нефтяной иглы, это и наша радость, и наша боль. Ведь, по сути дела, мы качаем до благосостояния. Но с точки зрения занятости людей, в нефтегазовой отрасли занято не так много людей в добыче, в транспортировке газа. А наша все-таки страна входит в десятку крупных стран. Но зарплаты у них все-таки... По-разному зарплаты. Сейчас, поверьте мне, и здесь наводится потихонечку порядок. Здесь вопрос состоит в том, что мы должны все-таки идти к той форме сотрудничества, при которой людям интересно заниматься собственным бизнесом. И, кстати, малый и средний, но его можно назвать с очень такой серьезной натяжкой, 2 миллиарда рублей в год оборот компании, которую мы называем малым и средним бизнесом. Это не так уж и мало. Ну вот вы упомянули о круглом столе, который проходил в конце ноября, о встрече с промышленниками и предпринимателями нашего района. Я предлагаю вам, как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Давайте посмотрим этот короткий сюжет, и будет тогда еще один вопрос по итогам этого круглого стола. Заодно услышим мнение наших предпринимателей о той встрече, которая с вами прошла. Давайте посмотрим. Депутат рассказал, что делает государство, чтобы в непростой экономической ситуации предприниматели получили не только поддержку на словах, но и помощь в виде государственных гарантий, государственных кредитов, участия в госпрограммах. Одна из главных проблем – отсутствие средств на развитие. В стране огромное количество целевых фондов и программ, отметил Сергей Жигарев. Только вы об этом, возможно, не знаете. В частности, он рассказал о фонде поддержки предпринимательства, который направлен на малый и средний бизнес с оборотом ниже 2 миллиардов рублей в год, и о фонде развития промышленности при Минпромторге для крупных предприятий. На встрече выступили как представители малого и даже микробизнеса, так и руководители компаний федерального уровня. Важнейшей социальной задачей назвал поддержку бизнес-инициатив руководитель администрации Щелковского района Алексей Валов. Так, совместными усилиями в режиме взаимодействия федеральных и местных властей с бизнесом поможем развиваться ему, а значит и всему Щелковскому району. Таков итог круглого стола. Налаживание такого контакта с федеральным Государственной Думой, особенно с председателем комитета Государственной Думы, в полномочия которые входят в том числе и предпринимательцы, я считаю это очень важный момент. Ну, надеюсь, что будет плодотворное сотрудничество. Во всяком случае со стороны Сергея Александровича это прозвучало. Теперь зависит от нас. Конечно, обязательно этим воспользуемся, потому что не каждый день мы встречаемся с председателем комитета Государственной Думы. А в нашей истории, наверное, Щелковского района это впервые происходит. Поэтому дай Бог, чтобы это все получилось. Ну вот предприниматели района остались очень довольны от встречи с вами. А ваши впечатления от наших предпринимателей какие? Хорошее впечатление. Вообще люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, как бы нас там не воспитывали с 17-го по 90-е, это все-таки люди творческие, с фантазией, желающие что-то созидать. Поэтому они всегда вызывают уважение и желание им помочь. Поэтому, что касается... Многие пришли, и многими мы занимаемся, и поддержкой либо ЧИС-фонда, поддержкой малого и среднего бизнеса, помогаем сейчас оформить заявки в фонд промышленности. Не буду говорить о своем участии в этом, поскольку это было бы уже прямое лоббирование и поддержка, и об этом озвучивать не нужно. Но, безусловно, я с большим энтузиазмом отношусь и буду их поддерживать. Что касается... Есть предприятия, с которыми мы занимаемся законотворчеством. Поскольку у нас проходил сейчас закон о хлебе, это касается взаимодействия предприятий, которые выпекают хлеб и торговых сетей, и проценты возврата этого хлеба назад этим промышленным предприятиям. Хорошо, что в свое время, в период избирательной кампании, я с Владимиром Вольфовичем Жириновским был на вашем щелкоском хлебозаводе. И, кстати, могу сказать, что общение с руководством этого завода во многом заставило меня пересмотреть позицию по этому законопроекту. И мы на сегодняшний момент не принимаем его, а занимаемся его доработкой через рабочую группу. Поэтому есть такие вещи и встречи в жизни, которые происходят, которые находят свое прямое отторожение, в том числе непосредственно в той работе, которой я обязан заниматься законотворчеством. Ну вот если говорить о, так скажем, жалобах, ну или пожеланиях предпринимателей, именно те, кто производит продукты питания, тот же хлеб, очень сильный монополизм со стороны торговых сетей. Сложно продукцию местного производства впарить, как сейчас говорят, крупным ритейлером. Ну вот пример, да, вот что касается того же предприятия «Щелковый хлеб». Интересно, даже в Москве приходишь, вот в одну из каких-то московских булочных, смотришь, лежат прямо вот наш фирменный «Щелковый хлеб» запчатные пакеты. Среди щелковских супер- и даже гипермаркетов продукция «Щелковый хлеб» представлена. Я сам по себе вижу, сейчас все названия не будем называть, но понятно, те же «Пятерочка», «Глобус» и так далее. Все это есть. Но вот рядышком совсем соседняя «Ивантеевка», в тех же торговых сетях нашей продукции нету. Вот с этим можно как-то бороться? Вы знаете, у нас при комитете, я же рассказал в самом начале, что у нас люди разные, с большим жизненным опытом, мы пошли путем создания при комитете экспортных советов, где тот или иной депутат может создать один, два, три, пять, хоть десять экспортных советов, если я считаю, что этой тематикой он хочет заниматься, и чтобы потом работа его экспертного совета вылилась в какой-то законопроект, который, соответственно, он принесет и будет для него таким пилотным, главным, как девизом. Я тоже создал такой экспертный совет как раз по торговым сетям, потому что мне, как покупателю, как гражданину, набила вот оскомину вот эта высокомерность торговых сетей, когда они навязывают свою продукцию, и очень часто некачественную потребителю по очень высокой цене. И это касается в том числе и хлеба. Мы стали разбираться с хлебом, и выяснить следующее после общения с Щелковским хлебкомбинатом, что даже в торговых сетях из-за границы, можете себе представить, привозят полуфабрикаты, которые готовят при пекарнях в этих торговых сетях, и вот эту некачественную продукцию потом продают людям. Ну, а человек пришел, как бы, закупает себе товарную коджину, взял это, взял это, взял в том числе и хлеб. А буду заниматься торговыми сетями, поскольку считаю, что на сегодняшний момент главное зло, которое есть между потребителем и производителем продукции, это посредник. И этого посредника надо приводить в чувство. Да, безусловно, мы не собираемся вмешиваться в рыночные отношения, но мы считаем, что эти рыночные запросы должны быть ограничены какими-то разумными рамками прибыли, чтобы эта прибыль не была ни 200, ни 300, ни 500 процентов, как мы порой видим, в том числе из репортажей ваших коллег. Ну, давайте в конце программы вернемся к тому, с чего начали, к вашему депутатскому приему граждан Щелковского района. Завершился прием буквально за полчаса до начала нашей программы. Если можно, чуть более подробно, как проходил прием, какие вопросы волнуют наших жителей больше всего и как их можно решить в ближайшее время? Ну, мы, значит, каждый человек, который к нам приходит, мы его обращение обязательно регистрируем, и оно становится на контроле. При этом на контроле находится не только у меня, но и в аппарате нашей партии ЛДПР, где к этому очень серьезно подходит. Поэтому, еще раз говорю, у нас есть работа в комитете, есть депутатская работа в законотворчестве, а еще партийная и общественная нагрузка. Поэтому вот эти все три момента сейчас очень конкретно пересекаются. Люди обращаются с разного рода проблемами, начиная от того, чтобы лично помочь. И здесь я бы хотел обратиться к ним и сказать, что вы поймите правильно, депутат – это не исполнительная власть, это законотворческая, это вопрос контроля. Да, возможно, но это невозможно с ее минутной помощью, чтобы вам отремонтировали крышу, дали какую-то материальную помощь. Хотя мы всегда стараемся вам пойти навстречу и помочь. Поэтому это и вопрос личного характера, это возможности бизнес-сообщества, которое стало более активно, надо сказать, что когда мы только начинали в октябре первые приемы, то приходили больше людей с личными обращениями. А сейчас уже приходят и предприниматели, и даже сообщество предпринимателей, чтобы помочь им решить тот или иной вопрос и разрешить тот или иной конфликт. Стараемся помочь всем. Все получают от нас не всегда то, что хотят, но всегда по закону. Ну, а вот если вернуться к итогам встречи вашей осенней с предпринимателями, то вы им объяснили, что существуют какие-то фонды, можно получить деньги и на развитие уже существующего бизнеса, и на становление, так скажем, начать с нуля. Вот после этих встреч много стало к вам приходить тех же предпринимателей, для того, чтобы получить, ну, не будем говорить, не льготы, но скорее поддержку для того, чтобы им начать, либо продолжить свое дело? Приходить стало много, но я готов принять еще больше. Начинают приходить от того, что пытаются сделать, допустим, свое производство, значит, перекрывающих винтелей, но вот на сегодняшний момент как бы в России идет продукция китайская, не очень качественная. Я сам, кстати, от нее пострадал. У меня в ванной сорвало этот кран. Оказалось, что задвижка как раз китайская. Вот ребята пришли, молодые предприниматели, они как раз делают такое российское производство. Ему нужны деньги на начальный капитал, стартап. Вот сегодня мы их проект готовим и оформляем как раз в фонд поддержки промышленности. И уверен, я разговаривал с министром, что этот проект получит свое одобрение, поскольку он абсолютно российский, он понятный и нужный, и ясны сроки его окупаемости. И деньги даются на очень хороших условиях. И кончая предпринимателями, у которых есть сложности, и в том числе надо быть вот этим проводником между предпринимателями и муниципальной властью. Да, и такие моменты встречаются, но ничего страшного, бывает, что надо быть таким мостиком, таким дипломатом. Это же всем очень важно и нужно. Если люди приходят и пришли к тебе, значит, они на тебя надеются. И здесь не надо смотреть, голосовал он за тебя или не голосовал он за тебя. Сегодня твоя зона ответственности – это все люди, которые находятся в твоем одномандатном округе. И даже которые находятся за ней, за ним. Потому что мы все в итоге граждане одной страны. Большое спасибо, Сергей Александрович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напомню, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был депутат Государственной Думы, председатель Думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо!